Всем привет! Пока моя малышка маленькая спит и Радочка делает уроки, я решила с вами немножечко поговорить. О чем пойдет речь? Конечно же, о предпоследнем видео по поводу того, как подшутил мой муж надо мной. Конечно, я ожидала, что будет именно такая реакция, потому что любой нормальный человек, наверное, так бы отреагировал и сказал бы, что это ненормально. Но, конечно, началось такое, что типа там я бы его прибила, убила, там, избила, задушила, придушила. Мне страшно представить, что бы вы сделали, если бы он вам изменил муж или там ударил или как-то предал, что бы вы тогда сделали? Мне интересно, ты первая. Что хотела сказать, что, наверное, у каждого человека в жизни такое бывает, что он сначала делает, а потом думает. И бывает такое, что вот человек слишком заиграется, вот как у детей бывает тоже, вот они когда слишком эмоционально начинают играть, они тоже берегов не видят, да, то есть могут там что-то и сломать, и как-то какие-то игры там у них, как бы они когда в таком состоянии, то есть, да, так же мой муж, он начал, когда шутить со мной, да, он не думал, что я, не думал, что я поверю. А когда я поверила, соответственно, какой-то чертёнок внутри него решил продолжить эту шутку и посмотреть, что же будет дальше. И в итоге так получилось, что, соответственно, я слишком резонансировалась и маме там написала. Но, кстати, хочу отметить, что мама изначально не знала. Когда я ей писала, она тоже безумно-безумно расстроилась, а потом уже как бы в процессе муж ей сказал, и она уже как бы знала, мы уже тогда закончили разговор, да, вот, и, соответственно, так вот далеко как-то зашло, и вот заигрался, в общем, переработал на работе, видимо, устал, вот, заигрался. Ну, что хочу сказать, я очень расстроилась, конечно, я сказала своему мужу, что так делать нельзя, что я очень расстроилась, и мало ли что, как бы, ты знаешь меня, какая я, и так нехорошо делать. Конечно, он извинился 150 раз и сказал, что больше такого не повторится, и что действительно он поступил неправильно. Вот, поэтому, соответственно, я на него как бы там не злюсь, там не собираюсь его там убивать, перебивать, там еще что-то с ним делать. У каждого из нас может такое случиться. Я на него не злюсь, потому что я знаю, какой он человек, я с ним живу не первый год, мы с ним уже достаточно долгое время вместе, и он не проявлял ко мне никогда какую-то там жестокость или еще что-то, даже в таких ситуациях, где я этого заслужила, когда можно было это. То есть в том плане, что он всегда, то есть он моя опора, он моя поддержка, и то, что он так пошутил надо мной, это не как его, конечно, то есть он не молодец далеко, но я надеюсь, что он больше так делать не будет. А даже если будет, то я уже не поверю. Конечно же, каждый из вас имеет право высказываться, я абсолютно не против, это нормально всем. Я ни на кого не злюсь, не считаю, что вы там как-то плохо там написали. В общем, у каждого свое мнение, да. Вот, конечно, у меня вот некоторые высказывания, конечно, расстроили. Не такие, что типа он там дурак или еще что-то, а такие высказывания, что типа, да, типа я тут все насочиняла для контента, чтобы типа для каких-то, видимо, просмотров, еще чего-то. Но это такой бред просто. Я не знаю, почему люди до такого вообще додумываются. Те, кто меня смотрят, да, и там, ну там даже недавно, по-моему, очень хорошо видно, какой я человек, что я показываю достаточно много и рассказываю достаточно много, и вся жизнь как на ладони. Ну как, я, конечно, какие-то там совсем не показываю, но в принципе вы примерно видите, да, какой я человек, какая у меня семья, какие дети, да. И то есть нет смысла мне что-то выдумывать и придумывать. Почему? Во-первых, я не такой человек, я терпеть не могу вранье, какое-то лицемерие, там какой-то образ вот я создала и такая вся. Если бы я хотела что-то выдумывать, я бы сидела бы два на два вот так вот и показывала вам только то, что вы хотите видеть. И сидела бы вот эта вот говорящая голова и говорила бы, «У меня все хорошо, все так замечательно, да-да-да-да-да». И сидела бы умничала в каждом видео. Тогда бы можно было сказать, что я выдумываю, потому что вы не видите правду, вы не видите жизни моей. Я рассказываю что-то, я показываю, по-моему, вполне нормально. Это все видно, и кому надо, те видят. И еще по поводу интереса. Мне никакого нет интереса что-то выдумывать и придумывать, тем более, это вообще, я не знаю, это же надо было сочинить такое, да, сидеть и сочинять. Ну, спасибо, вы прям, знаете, очень хорошего мнения обо мне, что я такая прям, и рада я снимаю, видела, что я прям хорошая такая актриса, еще так могу на ходу сочинять. Спасибо большое. Вот, я снимаю бесплатно, у меня нету ни рекламы, никаких денег я не получаю, поэтому у меня что один просмотр, что два, что три, что тысяча, что миллион просмотров, никакого интереса в этом нету. Ну, конечно, вы можете думать, как вы хотите, мне, в принципе, все равно. Не могу, руку держу это. Единственная цель этого видео была в том, чтобы вы посмотрели, написали ваше мнение, комментарии, чтобы мой муж прочитал, да, и это, как бы, можно сказать, такое ототушки для него были. Вот и все. Чтобы он в следующий раз уже 10 раз подумал, прежде чем что-то делал. Вот единственная цель. Так что, я думаю, я вам объяснила все. Хотела сказать, всех целую, всех обнимаю, как обычно, всем всего самого хорошего. Вот, спасибо, что смотрите, спасибо, что активничаете в комментариях. Я ни на кого не сержусь, не злюсь, это ваше мнение, просто я высказала свое. То есть я человек не злопамятный, я моего мужа своего простила, потому что я считаю, что это, в принципе, не такое прям что-то сверхъестественное, чтобы я на него там злилась годами, что-то там, я не знаю, убивала его, или как-то он достаточно хороший муж, хороший папа, поэтому эту шутку мы ему простили. И в следующий раз, когда, может быть, мне захочется подшутить или что-то, он простит меня. Вот, кстати, гречка, называется Карабудай. Гречка. Вот, один килограмм, продается в Нигрости. Цена где-то 12-13 лир. Я бы ему сказал, что за 13 вчера покупал. Вот. Абсолютно такая же кофе наша. Я больше нигде не видела, только в Нигрости. И один раз, кстати, как-то привозили в Бим, ну, там что-то по 300 грамм. Так что вот так вот. Кто любит гречку, не знает, где купить. В Турции идите в Нигрости и покупайте. Конечно, по здешним ценам это не дешевое удовольствие, но полезно. Все знают, насколько гречка полезная, поэтому можно немножечко и переплатить за такое чудо витаминное. Хотела сказать по поводу бровей моих. Что вы все, ну, не все, конечно, многие прикопались к моим бровям, что вам не нравится с моими бровями. По-моему, вполне нормальные брови. И они не красные, не розовые, не зеленые, не серо-бромалиновые. Я раз в месяц крашу их краской для бровей. Я уже как-то показывала, но я еще покажу вам коричневого цвета. И раз в месяц еще раз повторю. У тебя брови похожи на цвет картошки. Спасибо. И иногда, ну, при надобности, да, когда нужно, я немножечко как бы карандашом придаю им небольшую форму, потому что у меня вот здесь, например, немножко волосы почему-то не растут. В общем, немножечко придаю им форму. И все, больше я ничего такого не делаю. Я не знаю, что. Может быть, видео, конечно, у меня не такая качественная суперкамера на телефоне. Так, вот моя краска для бровей. Браун. Все понимают по-английски, что значит браун. Это не красный, не зеленый, не синий. Это браун коричневый. И вот такой карандаш у меня. От L'Oreal, микро тату, броу артист. В общем, тоже коричневый, ребята, видите, тоже коричневый. Вот так он выглядит. Здесь вот такая вот щеточка. Мне очень, кстати, нравится. И уже давно им пользуюсь. Он такой, как фломастер. Ну, мне нравится, не знаю, клевый. Вот, я немножечко на руке нарисовала, видите, он коричневый. Тоже не красный, там не розовый, не зеленый, коричневый. Как-то так. Руки у меня, видите, все исцарапанные. Потому что наша кошка такая игрунья. Целую, обнимаю, увидимся в следующем видео. И рада! Пока-пока! Пока-пока! Пока!